привет всем хочу сегодня приготовить стейк рибай это толстый край у говядины здесь вот ребрышки вот тут ребра идут а вот это вот мясо здесь вот такой вот жирок обалденный смотрите примерно где-то 5 сантиметров толщиной и вот такой вот он большой прежде чем начать готовить нужно включить духовку включите на 180 градусов и пусть она нагревается и поставьте обязательно разогреваться сковородку сковородку такую чтобы кусок в нее поместился масло подсолнечное сливочное добавлять не будем будем топить вот этот вот жир который находится поверх мяса вот сейчас будет топиться жирок я обжарить кусок со всех сторон с этой с этой из двух этих сторон со стороны где много жира можно потопить минуты 3-4 чтобы он прям нагрелся и начал выделяться но пока обжаривать приготовим чем приправить этот обалденный кусочек мяса так у меня есть ступка и черный перец вот такое количество черного перца пересыпаю и сделаю крупный помол не буду его перемалывать в труху вот такой помол крупный на 2 4 части развалились зернышки все вот смотрите как подтопился хорошо всего теперь вожу на другую сторону на бачок тоже примерно минутки две еще у меня есть семена горчицы их вообще маленько здесь чайная ложка тоже сюда и тоже перетру так вот особо сильно не надо тоже вот смотрите вот так вот получается все достаточно мне еще понадобится крупная соль и мед мед гречишный чисто гречишный мед он такой густой классный вот смотрите посмотрим виде как смотрите нагреваться начал песок утапливается третья сторона виде поджарилась теперь я поставлю его вот так вот тоже две минутки примерно будет обжаривать проверяем стейк ох как хорошо поджарился теперь вот на эту сторону вот так вот на торец поставлю и вот эта сторона будет поджарить тоже две минуты с этой стороны с этой только где жир я топил 4 минуты примерно потом поставлю на косточке на косточках постоять ну минут пять пусть прогреется так две минуты так две минуты видите как поджарился потопился я хочу еще поставить на жирок вот на вот этот чтоб еще больше жирка вытопить постоит минутки две вот так ох или как подтопился теперь оставлю на кости вот так все на костях будет стоять минут пять шесть прям чтобы кости нагрелись пока нагреваются косточки не помните пергаментная бумага размером с посудину которой вы будете запекать его ну доводить в духовке грубо говоря вот такой примерно вот так вот сюда я добавлю соли крупной добавлю сюда горчицы и добавлю черного перца если черный перец нигде-то не раскрошился ничего страшного можете оставить так если вам нравится если нет можно его вот так вот доколоть стык с черным перцем очень очень вкусно получается так достаю стык видите со стороны костей тоже он нагрелся довольно кида горячие косточки выкладываю вот такой стык получается смотрите какой у него классный цвет дальше его сейчас намажу медом можно намазать горчицей кто любит я люблю намазать медом мед он такой вкус придает блин не знаю как сказать надо попробовать вам ну и к меду хорошо прилипают все специи крупным слоем не нужно нужно вот чего чуть-чуть вот так вот стейк горячий и мед хорошо на нем плавится так с этой стороны вот все намазал посыпаю горчицей крупная соль и черный перец черный перец прям обильно приподниму и сюда черного перца добавлю горчички горчички и с другой стороны горчица и черный перец практически готов перемещаю его вот такую вот посудину закрывать сверху ничего не нужно убираю его в духовку кто хочет что прям хорошо прожарился чтобы не было у него сока не было внутри розового 40 минут тогда у вас будет он прожаренный я уберу на 20 минут будет как нужно поехали в духовку вот смотрите какой стейк получился и он постоит минут 10 постоял отдохнул и сейчас мы его будем пробовать смотрите сколько соку на него набежало нужно его отведать смотрите какой класс сейчас его попробую это 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 боже мой смотрите какой получился медь эти когда когда у вас будут выходные и он захочется вот такого нежного мяса не поленитесь сходите и купите такой кусок стейка приготовьте я с уверяю вы будете в восторге кусочки газа где я но там уже на русы не ждет пока я закончу съемку готовьте вкусно готовьте как я готовьте с любовью и будет вам счастье но с вами как всегда был серж до скорых встреч пока